Виталий, друзья! Вы на фабрике «Невынманы» зовут Евгения Кутнова и мисс Прозумных сегодня правозагасных Марк Фейгин. Марк Захарович, рада приветствовать вас в нашем эфире. Рад приветствовать всех зрителей, рад приветствовать фабрикам. Марк Захарович, если вы не против, я бы хотела в нашу беседу начать сообщение издания Reuters. Они пишут о том, что палата представителей в США поднимет вопрос импичмента президенту Байдена, и все это может состояться в среду, а в четверг палата представителей должна покинуть ваших тонн на более чем трехнедельные каникулы в конце года. Я напомню нашим зрителям, что республиканцы обвиняют президента-демократа и его семью в получении неправомерной выгоды от политических решений, и принятия которых Байден участвовал как вице-президент во время правления еще президента Обамы. Скажите, пожалуйста, если так произойдет, что это будет означать для Соединенных Штатов и что это будет означать для Украины? Нет, импичмента, конечно, не будет, это запуск процедуры и так далее, о нем давно говорят. Там действительно идет большое парламентское расследование относительно сына Байдена, получения им незаконным, видимо, получения, я не знаю, как там в детали, средств от разных спонсоров, в том числе из Ирана и Китая и так далее. И якобы эти средства переводились самому Байдену в размере 26 миллионов. Правда это, неправда. Сам Байден прокомментирует, что это ложь. Хотя там есть какие-то банковские проводки, еще что-то в этом роде. Я не знаю, как там будет развиваться ситуация с импичментом, но явно эта процедура не быстрая, и она может занять время ровно до выборов президента США в ноябре, но то, что это теоретически может косвенно повлиять на принятие решений до четверга, до трехнедельных каникул о выделении помощи Украине, исключать нельзя. Хотя для этого и, собственно, президент Зеленский сегодня находится в Соединенных Штатах, и, видимо, будет этот вопрос обсуждать, решать как-то и так далее. Более того, демократы как бы решили сдвинуться по вопросу, собственно говоря, о мексиканской границе и выделении средств туда в качестве компромисса с республиканцами. Но будем надеяться, что у этого есть шанс вопроса быть решенным. Шанс есть. Дойдет, не дойдет, как будет идти ход этих сегодняшних переговоров, и что будет происходить параллельно, сказать пока сложно. Я надеюсь, что все будет решено. Во всяком случае, Зеленский бы вряд ли бы поехал, если бы вопрос не мог быть решен. Понимаете? То есть все-таки для этого есть какие-то понятные предпосылки. И я надеюсь, что это учитывается, его присутствие в Вашингтоне, для того, чтобы этот вопрос был, собственно говоря, каким-то образом урегулирован. Но, безусловно, ситуация Байдена сильно ухудшается. Это очевидно. Все эти наблюдатели свидетельствуют. И проблемы с рейтингами и так далее. То есть Байден пока проигрывает любому, кстати сказать, представителю номинированных от демократов, который может появиться в качестве его конкурента. Так что ситуация непростая. Так, Захарыч, уже известно о том, что президент Владимир Зеленский встретился и с Лойдом Остином, а также с председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Чарльзом Брауном. И планирована встреча с президентом Байденом, а также вот и с спикером Палаты, да, представителем от республиканской партии Майком Джонсона. Вот было также сообщение о том, что союзники Орбана также отправились в Вашингтон и также планируют встречу с республиканцами, чтобы сорвать как раз получение помощи для Украины. Как бы Вы оценили их шансы? Нет, вот что касается представителей Орбана, они на это не повлияют вообще никак. Потому что там гораздо существеннее проблемы, связанные с самими республиканцами, а никак не какими-то представителями Орбана и Венгрии. А какое они могут оказать влияние? Может быть, кто-то придумал это так, что они могут какие-то доводы убедительные привести для какой-то части Конгресса, да? Мне так не кажется, совсем так не кажется. Я думаю, что проблему именно надо решить с республиканцами. Будет ли встреча с какими-то представителями республиканских кругов Зеленского, я не знаю. Возможно, да, возможно, нет. Но Джонсон в данном случае вполне репрезентует их, презентует республиканцев. Он сам республиканец, как спикер палаты представителей. Встречи, да. Байденская администрация встречается с Зеленским. Они, в общем, на словах, в общем, достаточно последовательны. Но проблема заключается именно в решении вопросов именно финансовых. Они ключевые. Потому что у президента США все-таки остаются возможности, если вдруг вопрос не решится до конца этой недели, я имею в виду с выделением этих 60 с лишним миллиардов долларов, остается возможность использования бюджета военного, в рамках которого можно осуществлять военную помощь Украине. То есть это план Б? Что? Простите, уточню, это план Б на такой случай? И так далее, они есть, но это будет гораздо меньше по масштабу помощи и такая более скромная, так сказать, в тех возможностях, которыми ограничен этот военный бюджет и такого рода поддержкой военной. Это не выход идеальный, но промежуточный. Другой вопрос, что факторов действительно много, которые косвенно ситуацию меняют не в пользу Украины. Есть и другие, конечно же. Но решающим здесь являются договоренности внутренние, между Белым домом и Конгрессом, ну, в данном случае, большинство в Конгрессе республиканское. И, так сказать, каким компромиссом придут, это является определяющим. Поэтому, собственно, сегодняшний день будет решающим, вторник будет решающим, это очевидно. То есть, по факту, правильно ли я понимаю, что, в принципе, президент Владимир Зеленский может только как бы усиливать наши позиции, но никак не повлияет, только это внутреннее их... Ну, были же договоренности, он поехал же не просто так. Он поехал именно потому, что были договоренности определенные, они вот пока не реализованы. Ведь делегация Ермака, она разговаривала с спикером Джонасом, они тоже встречались с обширным кругом демократических представителей, власти США, и их уверили, что вопрос будет решен. Ну, вот сейчас ситуация настолько осложнилась, что поднялась приезд Зеленского, но мне представляется, что Зеленский бы не поехал, если бы вопрос точно не был бы решен. Тогда имел бы смысл ехать, когда бы он решался, допустим, после рождественских каникул, понимаете? В настоящий момент вопрос может быть решен действительно завтра, например, в Конгрессе, но это все зависит от договоренности. Поэтому Зеленский в данном случае, мне кажется, знает, что делать, у него больше информации относительно перспективы. Если бы у него была информация, что нет, это точно не решится, какой смысл ехать? Вы сказали, что аргументов против Украины тоже достаточно много. Что это за аргументы? Не аргументы, а, скажем так, по сумме того, что происходит против Украины. Ну, во-первых, сама ситуация выборов в США влияет на помощь Украине. То есть, есть устойчивая какая-то часть республиканской партии, которая работает против Украины, которая, так сказать, имеет позицию торпедирования любой помощи Украине. Может, она не очень значительна, но она есть. Уже звучат голоса, что зачем тратить деньги, но вы платили больше 60 миллиардов на Украину и так далее. Именно из республиканского лагеря. Для демократов тоже там не всё просто, но, тем не менее, сейчас решающим образом это зависит от республиканского большинства в Конгрессе. Выборы, потому что на выборах кто понесёт ответственность за ту и за другое. С одной стороны, трату денег налогоплательщиков на Украину, а с другой стороны, если будет допущено какое-то поражение или серьёзный урон Украине на фронте в связи с невыделением этой помощи. Второе. Это действие самой Москвы. Москва действительно заряжает своих доверенных лиц, агентов, но не на уровне. Представьте, Орбана – это всё-таки не тот уровень. Представьте, Орбана не будет встречаться ни руководства Палац представителей, или президент США, или какие-то ведомства, руководители американских. Поэтому в данном случае это не тот уровень делегации, который мог бы на эти вопросы влиять. Но пресса американская, смотрите, очень много пишет по поводу внутреннего раскола в Украине между Залужным и Зеленским. Это не способствует более решительной поддержке Украины. О коррупции много пишут, ещё о чём-то, что это всё факторы, которые действуют против Украины. Понимаете? То есть аргументы как? Ну, можно считать это аргументами, хотя многое надумано, я хочу подчеркнуть. Но совершенно непроздая. Да и в целом ситуация, при которой всё больше общественное мнение склоняется, пусть переговоры, пусть раз военным путём в ходе контрнаступления результат не был максимально достигнут, даже там относительный, то пусть вот лучше переговоры. Это всё больше позиций приобретает в условиях очевидного военного равновесия, приобретает поддержку в разных кругах. Это есть. Понимаете? Как это всё вместе повлияет, ну, мы посмотрим. Преждевременно там предрешать, потому что если помощь будет выделена, совершенно другая ситуация будет, вообще другая. То есть Москве придётся переманеврироваться, потому что, ну, очевидно, что этих денег хватит на проведение нового контрнаступления весной. Ну, в общем и целом должно хватить. Но плюс ко всему, я допускаю, что условиям выделения этой помощи будет предоставление этой первой и последней попытки вот весной, если она тоже будет неудачной, тогда с Зеленского возьмут слово, как я думаю, как мне кажется, о том, что он перейдёт к переговорам, согласится на какой-то формат переговоров с Москвой. Мне так кажется. Зеленскому сложно это слово дать, потому что он не от себя же действует, он действует от имени общественного мнения, от народа Украины. Украины народ не настроен на какие-то переговоры с уступками территориальных. Марат Сахарович, политолог украинский Владимир Фисенко, знаете вы его однозначно, он говорит, что тоже среди возможных тем, которые может обсуждать президент Зеленский с президентом Вайденом, это как раз переговоры. И он говорит, что стратегическая пауза войны может оказаться крайне необходимой для нас. Кому-то это может нравиться, не нравится, но такая потребность может возникнуть. И поэтому нужно заранее подумать, переговорный вариант, чтобы он был для нас приемлемым, а также определить, какие вещи будут неприемлемы в процессе переговоров. Это его цитата, чтобы быть точным. Скажите, пожалуйста, а Российская Федерация, вот она согласится на условиях Киева, на переговоры, если мы пойдем на эту вторую попытку говорить о контрнаступлении, она оказывается удачным, и тогда на условиях Киева. Смотрите, во-первых, Москва отвергает все формулы мира Зеленского, условия начала переговоров, которые выдвигает Киев, об этом американцы заявили в Москве, и Москва уже в лице Пескова это отвергнула, сказали, что это неприемлемо. Предварительное условие заключается в освобождении территории Украины, и как предпосылка для переговоров, там другие вопросы, пожалуйста, разговаривай сколько хочешь. О репарациях, о санкциях, о чем угодно. О чем угодно. Но нужно освободить территорию Украины, которая занята незаконно, да, и, так сказать, преступно. На это Москва точно не пойдет. Пойдет ли она, если будет удачным контрнаступлением, ну а как судить? Надо сначала увидеть, каким будет новое контрнаступление весеннего, может, марк начать. Если все будет вовремя подтянут. Не будут ждать июня, как это было в этом 2023 году. Можно допустить, что это будет ускоренная какая-то ситуация, которая должна создать эти предпосылки для новых переговоров. На каких-то же условиях, которые приемлемы для Украины, для Москвы. Как поведет себя Москва, ну, сложно прогнозировать. Пока на сегодня, вот мы говорим о паузе, но вот то, что происходит на большей части участка фронта, это тоже пауза. Бои такие серьезные идут, ну, там район Лимана, естественно, Авдеевка, может, еще несколько участков таких вот прям серьезных боев. В остальном, я бы сказал, что активность на линии фронта, она характеризуется как равновесие, такая-то пауза уже есть. Ну, да, пауза одна, обеспеченная прекращением огня, а другая пауза в силу невозможности сделать большего. Ну, нет, ресурс нету, форму. В любом случае, то, что будет происходить весной, преждевременно сейчас обсуждать мы не понимаем. Зависит от, дадут деньги, не дадут, какие вооружения. Придут ли, наконец, эти несчастные самолеты М-16, чтобы дальнейшие поставки дальнобойных ракет, беспилотников, и так далее. Просто пополнение запасов боеприпасов, ну, вот, пополнение боеприпасами украинской армии, это тоже как-то вопрос, так, в зависимости от финансирования, от поставок и так далее. Мало денег, уже сами боеприпасы, их же украина не производит значительную макулатуру. Поэтому, естественно, тут я бы не взялся позназировать, как ведется Москва при удачном сочинении обстоятельств нового контрольного ракета. Марк Захарович, вы сказали, что президент Зеленский поехал не просто так, значит, будут договоренности, да, и у вас есть уверенность. А можно ли тогда говорить и о том, что когда Украина запрашивала новую помощь, новые виды вооружения, вы упомянули о F-16, но тогда говорилось об F-18, также говорилось про Апачи. Я думаю, что пока это... Сейчас бы получить то, что хотя бы обещано было. Сейчас, мне кажется, ситуация не такая, что есть шанс на новые виды вооружения, на их диверсификацию. Это все-таки в более спокойной обстановке вопрос должен решаться, пока мы даже не видим таких решений, которые бы обнадеживали по этой части. Мне кажется, это преждевременные Апачи, F-18. Сейчас бы получить хотя бы то, что было обещано прежде. Поэтому нет, но я не думаю. Я думаю, что сейчас вопрос стоит исключительно о получении доступа к тем обещанным ресурсам, которые уже обсуждались. Наверное, это в перспективе будет обсуждаться, но мы видим, как неспешно предоставляются и те виды вооружения, о которых говорить начинали еще год назад, еще в декабре 2022 года, а заканчивается уже 23-й, понимаете? Поэтому на самом деле, мне кажется, ситуация сейчас пока, она такая, что нужно добиться того, что обещано было прежде. Расчет Путина и Кремля в российско-украинской войне вот сейчас на что? Он расчет на то, что помощь не будет предоставлена, и Киев принудит к переговорам на условиях Москвы. Только на это. А это по существу не переговоры, а это форма капитуляции. Потому что те условия, которые публично выдвигаются в Москве, это суть капитуляции. Потому что фактически, ну как вот демилитаризация, сокращение армии, отправка всех вооружений обратно. Нейтральный статус, не вступление в НАТО и ЕС. Значит, ну там другие уже более... Второй язык государственный, еще что-нибудь такое, там какая-то амнистия для всех, признание территориальных реалий, вот этих геополитических реалий, как они говорят, то есть фактически потери 20% территории Украины. Вот это все по сумме, конечно, все те условия, которые Москва выдвигала, публично. Поэтому, ну да, вот так вот. О будущем, если говорить о Украине и в Евросоюзе, еще одна страна ЕС выступила против начала переговора с Украиной, это Австрия. Вена не одобрит начала переговоров, да, я об этом сказала, и в федеральные канцеля. Также Австрия не готова поддержать уделение Украине 50 миллиардов европомощи. Ранее мы знаем, что выступила, да, и Словакия, и Венгрия. Наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встречался со своим коллегами в Венгрии, и позиция Сиерта после этого не изменилась. Скажите, пожалуйста, что это означает, что как раз вот этот момент, да, он откладывается, получается, до весны, потому что об этом ранее писали СМИ, что именно идет как бы такой перенос на весну. Ну, похоже на то. Похоже на то, потому что там и Словакия, и Венгрия, и вот теперь Австрия выступает. Этой суммы хватит, чтобы перенести эти переговоры в отношении Украины. Я бы этого не исключал. Я бы этого не исключал, потому что, ну, сейчас вообще в целом ситуация, она такая, что вот противникам Украины проще действовать. На фоне вот тех проблем, которые угрожающие возникли в связи с тем, что происходит в Соединенных Штатах относительно выделения помощи. Ну, типа, зачем нам опережать события, например, с выделением 50 миллиардных помощи, пока не решен вопрос с американской помощью. То есть, не бессмысленна ли она будет. И, соответственно, членство в вопрос кандидации, точнее даже в ЕС, подвисает в связи с тем, что не очень понятна судьба, вообще говоря, переговоров, военных действий, и всего, что связано с Украиной. Поэтому сам Евросоюз может быть очень осторожен, несмотря даже на мнение вот этих двух-трех стран, которые его выражают вот таким вот образом, может быть очень-очень осторожен в подходах и перенести даже по своим причинам переговоры на весну, посмотрев, что будет к этому моменту происходить. Там июнь даже речь стоит. О июне. То есть, это полгода практически. Полгода. Поэтому вероятность велика, я бы так скажу. Великая вероятность. Мария Захаревич, Путин велел построить подлодки с ядерными ракетами, пообещал россиянам безопасность и мощь. Об этом он заявил во время своего визита с севера в Двинск, где принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках Красноярск и император Александр III. Скажите, пожалуйста, это элемент избирательной кампании или это все-таки реальное наращивание ядерных сил? Ну, это, конечно, элемент избирательной кампании, что, очевидно, Путину нужно демонстрировать сейчас вот такое все реваншистское начало, значит, это поддерживает его кампанию, хотя, опять же, выборов нет, это нужно для общественного мнения, чтобы оно спокойно наблюдало за всем и не дергаться. Вот, смотрите, вам мощь демонстрирует, вот вам еще что-нибудь, там, войну и так далее. Там в число, кстати, доверенных лиц заводят уже представители этих всех организаций, защиты отечества, еще фонды какие-то и так далее, что свидетельствует о том, что их будут делать с некими доверенными лицами, фронтменами его кампании, будут в ординах, там, с костылями, наверняка, их демонстрировать избирателям. Но, можно ли сказать, что Россия милитаризуется сильнее в связи со всеми этими событиями, и за этим есть еще и содержание насчет того, что Россия собирается готовиться к новой, еще большей масштабной войне? Наверное, да. Почему? Потому что, ну, а зачем, если мы в контексте ядерного потенциала военного, говорим, было выходить из договора о непроведении ядерных испытаний, зачем мы распространять было нарушение всех конвенций ядерно-оруженых других, третьих стран, например, Беларусь и так далее. То есть, в целом, конечно, это агрессивная политика, ядерных угроз и так далее, и всего с этим связанного. То есть, очевидно совершенно, что в этом направлении ситуация развивается. Что есть, то есть. Марк Захарович, Медведев сейчас говорит о планах снова переписать Конституцию. Возможно, вы видели это сомнение, говорит о точечных изменениях. Последний раз эти точечные изменения привели к чему? Что обнулили, да, и Путину снова позволили баллотироваться. Так а в этот раз, что в этот раз ожидать? Во-первых, Конституция это помойная тряпка, это лежащая жеваная бумага. Во-первых, это все, знаете, даже смешно обсуждать. Естественно, что захотят, то и будут. Написать, что Путин вечен, ради Бога. Я думаю, ему важно сейчас отказаться от текущих нескольких гарантий отдельных свобод для того, чтобы начать более широко действовать. Потому что они продекларировали Конституцию. Ну, например, о лишении гражданства. Невозможности от рождения лиц, родившихся в России, лишать российского гражданства. Я думаю, этот вопрос будет решен, они будут лишать вот иноагентов, таких как я, и там уехавших релакантов, будут лишать российского гражданства. Получить такое право. Ограничить свободу выезда и въезда. Там есть такая статья, например, о свободе выезда и въезда. То есть, сейчас эти вещи наверняка сделают более отсылочными. Напишут, что регулируется федеральным законом порядок выезда и въезда. А перекрывать выезд, если такого права нет, путем нормы, что нужно получать выездное разрешение на выезд из России, ну, несут это изменения, кто сомневается, что такое возможно. Очень даже возможно. Ну, и так далее. Вот такие мелкие, как он сказал, точечные изменения, я думаю, они уже подготовили и в ближайшее время, скорее всего, с высокой степенью вероятности реализуют. Ну, это обозримое. После выборов Путина. Потому что пугать до выборов до конца марта не будут, а потом сразу же после инициируют или к лету проведут эти поправки, так сказать. Я думаю, что это вообще не вопрос. Сообщается также о том, что Алексей Навальный исчез из колонии, об этом пишет его пресс-секретарь и как бы говорится о том, что сотрудники колонии Мелехова заявили, что он больше там не зарегистрирован. В Белом доме сказали о том, что они обеспокоены этими сообщениями, а соратники говорят, что не могло это все просто так случиться, совпадений не бывает. Как по вашему мнению, что могло бы произойти основание? Прямую последовательность. Я думаю, что это связано как-то с выборами идущих кампаний, но выборов-то нет, но вот вообще со всей этой процедурой оперативной, называемой выбором, передачи власти от Путина к Путину. Вот. Его, я думаю, решили убрать подальше от Москвы, потому что Владимирская колония это два часа от Москвы Владимир. Ну, это перестраховывается, убирает, тем более, что запущена кампания была соратниками Навального, а вот там билборды они вешали и так далее, призывают, значит, как-то агитировать население. Я думаю, что Навальный здесь как символ неуместен в центральной России, как бы вот здесь его просто подальше отправят куда-нибудь. Скорее всего. Это такая заморозка, чтобы до него просто так не добраться было, потому что от Москвы до Владимира адвокатам есть близко, два часа на машине. А где-нибудь если он будет сейчас в Красноярске, ты поди туда, доедь, долети. Каждый день не находишься. Поэтому я думаю, что скорее всего с этим связано. Так, а что, Макула Навального могла в современной РФ какие-то сюрпризы сейчас Путина устроить на выборах? Нет, это с выборами не связано с точки зрения результата, финала, процедуры, не связано. Это связано с общественным мнением, чтобы его не будоражили. Нет, ну понятно, что Путин объявит победитель с 85% хоть 100 Навальных будет. Понимаете, не в этом вопрос. А в том, чтобы, так сказать, своим фактом существования и как бы действиями его соратников не колебали общественно меньше. Чтобы оно спокойненько, ровненько сидело, ждало, когда ему объявят результат. Чтобы не было никаких вот... Поэтому... Будоражение, да, вот эти... Мара Сахарович, но команда Навального вот в этом своем ролике, да, когда они презентовали свою стратегию, они что говорят? Чтобы все голосовали против Путина и говорят, что один такой вот заинтересован, если бы он рассказал десяти вокруг, то тогда, по их мнению, это бы принесло какой-то результат. Так принесло бы или нет? Конечно, нет, потому что, ну, хорошо, они разагитируют этих 10 человек. Все правильно, хорошо, согласен, и это важно. Но те придут, проголосуют, напишут против Путина, проголосуют за кого-то, допустим. Но кто считает-то бюллетень? Не эти же соратники считают, и не те распропагандированные от Путина, значит, обыватели, а считают те, кто надо. А те, кто надо считать, передают наверх, туда надо, там есть система газвыбора. Ты что-то засовываешь, и где-то там что-то высовывается, понимаете? Никто не знает, что и где. А там уже, наверху, там вообще уже, алло, пуп, сколько ставим? И все, и выходит эта вот жопа по фамилии Памфилова и объявляет, что он там получил 85%. Никак процесс не связан с результатом. Вот я хочу подчеркнуть. То есть, если ставить цель, добиться там действительно изменения общественного мнения, ну еще как-то где-то, а цель победить на выборах или не дать Путину получить много голосов, эта цель недостижима. В условиях вот этого концлагеря она недостижима. Но вы можете себе представить выборы в концлагере, руководитель там концлагеря, понимаете? Он в концлагере не выбирает. Помните фильм Спилберга, где он там вставал, этот герой Ральф Файенс так в подтяжках и щелкал евреев по одному. Вот приблизительно так выглядит ситуация и не по-другому. Странно вот как бы это объяснять, но это не значит, что они что-то неправильно делают. Они по-своему правильно все делают. То, что они могут делать, они делают. Они не могут призвать людей к оружию. Они могут вот только это делать. Это не делает их хуже сторонников Навального и ЗВБК. Их нельзя за это упрекать. Это работа с их электоратором, понимаете? С людьми вот молодыми, с людьми какими-то поддерживающими Навальня, неприемлющими войну, неприемлющими Путину. Это все, что они могут сделать. Поэтому, наверное, эта работа нужна, но надо заранее знать, что она не приведет к искомым результатам. Не нужно иллюзии питать. Потому что многие как-то начинают. А вот мы там что-то проголосуем. Никуда вы ничего. Идите, голосуйте, что-то суетитесь. Но не будет этого ничего. Хорошо, Маргарович, будем следить за тем, как будет развиваться события. Будем анализировать. Я благодарю вас, как всегда, за все ваши интересные ответы. Спасибо вам большое за то, что вы нашли. И благодарю внимание нашим зрителям. Друзья, я так же дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свои комментарии, запитания. И мы обовязково будем оставить их нашим шановым спикерам. Еще раз всем дякую за увагу. Всего наикрающего. До встречи. Дякую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok